Пандемия, специальная военная операция, частичная мобилизация, санкции, экономические потрясения – на все эти события активно реагирует рынок недвижимости. В Самаре со второй половины прошлого года, как рассказывают эксперты, ставки по ипотеке взлетели, люди стали отказываться от кредитов, спрос на жилье упал, а застройщики, наоборот, начали поднимать цены, доведя их до запредельных значений. Мы надеялись, что увидим какое-то иное движение рынка, и действительно в конце прошлого года рынки встали, практически все сегменты. То есть продажи ушли на исторический минимум, количество продаж, цены, потому что держались на максимуме, немножечко подогревало еще пока действующие льготы по ипотеке. В этом году льготные ипотеки продлили, но уже на иных условиях, отличающихся от прошлогодних. Соответственно, вот все вот это привело к тому, что рынки замерли в ожидании каких-то новых горизонтов. Из режима ожидания рынок пока так и не вышел, а цены не спешат снижаться. Сегодня квартиры в областной столице продаются в среднем от 75 до 150 тысяч рублей за квадратный метр. Элитное жилье в престижных районах гораздо дороже, но и своего покупателя оно ждет дольше. Популярностью, как и прежде, пользуются квартиры в новостройках на окраинах. Сейчас стандартные спальники наши, на которые мы всегда ориентировались, как на среднестатистическую какую-то площадку, наиболее большую по емкости рынка, наверное, уже где-то в районе вот 100, 95, 100, 120 в этом коридоре. Рынок сюда пришел. Вот опять же говорю, будет ли какая-то существенная коррекция вниз еще наблюдаться, пока непонятно. Но вверх вряд ли, потому что цены и так уже запредельные относительно покупательной способности населения. По словам финансистов, в этом году ситуация на рынке жилья и ипотеки будет характеризоваться высоким уровнем неопределенности. Это будет спровоцировано в первую очередь возможным ростом ставок по ипотечным кредитам, который будет спровоцирован ростом стоимости риска, в то же время и вероятным ростом стоимости фондирования для ипотечных кредиторов, который будет спровоцирован в свою очередь ростом ключевой ставки. В то же время привлекательность жилья как инструмента инвестирования будет снижаться на фоне возможного падения цен на первичном и вторичном рынке жилья. В первую очередь, это коснется вторичного рынка, там глубина падения может достичь 20%, на первичном рынке глубина падения не исключена на уровне 12-15%. В этом году инвестировать будут не в недвижимость и валюту, как раньше. Деньги могут вкладывать в покупку автомобилей в связи с дефицитом некоторых марок и запчастей. Ожидается также рост вложений в российский фондовый рынок в акции «Голубых фишек». Однако тем, кто покупает жилье не для того, чтобы заработать, эксперты, как обычно, советуют не ждать лучших времен, а решать квартирный вопрос здесь и сейчас. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.